На протяжении всех последних месяцев мы чуть ли не ежедневно наблюдали за безумной бравадой на федеральных каналах. Божечки, каких только ротовых побед там не было, какой федеральный канал не включи, там уже почти штурм Одессы начался. Украину нужно категорически отрезать от Румынии, от Черноморского бассейна. А вот если с юга это будет закрытая проблема, то есть не я имею в виду Одесса Николаев станет под контроль, а заодно и Приднестровье, то тогда совсем плохо будет для этого режима. После чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, что может быть там дни ее сочтены. Клацаешь на другую кнопку и вот вам, нате, что-то там в томате. Уже и Харьковская область якобы захвачена, а опасные крикуны решают, как будут украинское население пытать и судить. Сейчас вовсю идет операция по освобождению Харьковской области. Бойцы группировки «Север» ежедневно продвигаются вперед, все ближе и ближе подходя к Харькову. Харьков вернется в семью, вернется в Россию. Ну а преступники избежать наказания не смогут. Это просто нереально для них. Ну в общем, они однозначно будут наказаны. На фоне подобных перлов стандартное обещание до конца года выйти на границы Донецкой области уже кажется просто невинной шалостью. И армия России начала летнее наступление. Цель номер один – освобождение всей территории ДНР. Ну а глубинный народ при этом сидит на диванах и синхронно с пропагандистами кулачками трясет, мол, все, погодите, укрып. Уже даже в Усть-Задрыщинске чувствуется запах победы. Единственное, почему они еще держатся, это огромное количество оружия, которое им сейчас поставляет. Накаляется это все, накаляется так, что уже дотрагиваться совсем небезопасно. Мне кажется, что этим летом будет вовсе жарко, и мне кажется, что развязка недалека. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать целиком и полностью. И лично у нас при виде такого контента уже даже злобы никакой не возникает. Скорее так, недоумение. То ли за два года у россиян победы обмельчали, то ли у глубинного народа настолько короткая память, что они уже и не помнят, какие цели Путин ставил изначально. Там же речь явно шла не о том, чтобы таблички в часовой аре радостно менять. Ну что, там много еще? Много. Но работу доделать надо. Но если поднимать старые записи и периодически освежать россиянам память, то почти гарантированно начнутся массовые инсульты пятых точек. Ведь даже не обремененные интеллектом зет-патриоты могут догадаться, что в глобальной игре Россия уже проиграла. И никакие трофеи в виде условной Авдеевки это поражение не сгладят. Россия-то не за Украиной шла. И тем более не ради того, чтобы украинцев спасать. Не случайно эта военная операция называется спасение. Задачи Путин ставил совсем иные. Говоря очень просто, дед в бункере за время ковида явно напрочь поехал кукухой и чрезмерно поверил в себя. А потому не побоялся выдвинуть ультиматум НАТО, мол, либо Альянс сваливает на границы 97-го года, либо пусть пеняют на себя. Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал. Ребята, валите в границы 97-го года. Ну так же было. Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997-го года? Вот. Естественно, все только пожали плечами. И Россию в целом, и Путина в частности, послали к чертовой бабушке. Отчего гибнявая моль явно обиделась и решила повторить ровно тот же текст, когда российская армия будет стоять у польской и венгерской границы. Вот так прям всерьез воевать с Украиной в России никто не собирался. Это даже Рогозин подтверждает в свежем интервью. Ну, с моей точки зрения, речь идет о колоссальной недооценке силы Запада, его влияния. Раз. Во-вторых, менталитета значительной части людей, с которыми мы столкнулись на Украине. Поэтому, честно скажу, даже я не мог себе представить то, что мы окажемся в такой ситуации. В Кремле были свято уверены в разгроме украинской армии за считанные дни и бегству военно-политического руководства Украины. Такой себе, знаете, более болезненный для НАТО и США вариант афганского сценария. Собственно, о нем в России как раз и говорили. Украине уготован и уже запущен афганский сценарий. Нам мотаем наш шасси. Я вообще считаю, что надо сейчас поручник шасси приделывать. Но, к огромному удивлению, не только генералов НАТО, но и самого Путина, воспетая пропагандой, российская армия оказалась слишком переоцененной. Сейчас россияне отмазываются, мол, никогда и не говорили о победе за три дня. Это якобы слова американского генерала. Они там рассказывают, что мы, оказывается, планировали Киев за три дня взять. Я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали. Про три дня это сказанул генерал Милли. Этого никто ни в России, нигде больше не говорил. Но это настолько жалкая ложь, что хочется рассмеяться каждому крикуну прямо в хлебало. Ну да, конечно, это генерал говорил. Не-не-не-не, это не они. Эта война продлится, Володя, ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Вот глядя вот эти кадры двухминутные на российские вооруженные силы, ясно, что, ну, полтора-три дня надо для того, чтобы просто полное поражение было нанесло украинской армии. И Киев будет взят так быстро, что времени вывозить семьи дипломатов может не быть. Кроме того, нельзя не показать планы России касательно выхода на границы Донецкой области. За два дня они собирались выйти. Пушилин публично об этом говорил. До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. Мы сейчас это напоминаем, чтобы все понимали, какая огромная пропасть между их ожиданиями и реальностью. В Кремле планировали красивейший блицкрик. А вместо этого втянули страну в войну, в которой не видно ни конца, ни края. Что признают сейчас даже российские эксперты. Плохая новость в том, что украинский фронт не посыпался. Что украинцы продолжают стоять, продолжают обороняться. Я пока не вижу, как в ближайшее время эта война могла бы закончиться. Пока мы все еще далеки от этого. Надо готовиться к долгой войне. Надо набирать войска, готовить резервы. И ладно бы в конце пути Скрипоносов ждал некий суперприз, который навсегда изменит их жизнь к лучшему. Иначе ради чего такие жертвы? Но нет, максимум, что светит Россия в Украине, это горы битого кирпича, пепелище. И население, которое Скрипоносов будет ненавидеть всегда. Да, представьте себе условную Тошковку или Попасную, на территории в тысячи километров, где надо будет все восстанавливать с нуля. А ведь Кремль даже с тем, что оккупировал, за два года не справляется. Живем без света, без гада, без удобства. Ну, выживаем. Нас в том году сына убило, пока довез до Митцамбата 29 июня. Он умер у меня на руках. Так что мы с женой остались одни. Живу на Петроградке, в бараке, там ужас. Приедете, посмотрите, в СТЧ. Ну, помочь некому, никому. Все, в частном порядке. Какой в частном порядке? Пенсии не хватает на жизнь. Они на частный порядок все ремонтировать. Обращения в местные инстанции результатов не дают. На наши жалобы результатов не последовало. Только одни разговоры. Подписки и замалчивание проблемы. Более того, и на войну, и на восстановление нужны просто космические деньги. А деньги – это именно то, что Путин по глупости уже проиграл. Вспомните, например, сколько миллиардов было потрачено на Северный поток и сколько надежд на него возлагалось. Газпром фактически обнулил прокачку газа через ржавую украинскую ГТС. А теперь это просто ржавые трубы на дне. Скажем больше, европейский рынок нефти и газа, кормивший Россию десятилетиями, не просто потерян навсегда. Его бонусом получили американцы и норвежцы, которые теперь получают сверхприбыли, в то время как Газпром публикует рекордные убытки. Впервые с начала века Газпром показал многомиллиардные убытки на фоне падения продаж в Европе. Из-за двукратного падения продаж газа в Европу убытки российского Газпрома по итогам 2023 года достигли 629 миллиардов рублей. По сравнению с чистой прибылью в 1,2 триллиона рублей годом ранее. А если к этому добавить еще и тот момент, что энергетическая игла всегда была элементом, которым Москва шантажировала Европу, то конец такой зависимости – это, безусловно, геополитический провал. Сидел Евросоюз на этой иголочке очень плотно, но Путин умудрился профукать и этот козырь в рукаве. Боятся замерзнуть и требуют, чтобы Россия и Европу срочно согрела. С одной стороны, по-прежнему хочется независимости и всего чистого, а с другой – страшно озябнуть. Да и ладно бы, подобные залеты компенсировались какими-то военными ништяками. Царь, например, долго подлетное время ракет считал. И о стратегической безопасности России мычал на всю Ивановскую. Наступила новая геополитическая реальность. Западу остается только ее либо признать, либо получить комплексные контругрозы. Но здесь у них все еще хуже, чем с экономикой. По плану они должны были напугать НАТО. И это двинуть альянс на границе 97-го года. А вместо этого получили более тысячи километров новой общей границы. Че там по подлетному времени ракет? Будут подсчеты? Итак, Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. А значит, общая граница западного военного блока с Россией сегодня увеличилась более чем в два раза. То есть если мечты Таллина сбудутся, в Финляндии всего в 150 километрах от Петербурга может появиться ядерное оружие НАТО. Вот такой вот он, миролюбивый альянс. В итоге униженный Путин гундосит перед камерами, мол, больше не имеет к НАТО территориальных претензий. И этого всего альянс добился руками Украины. У России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких сериториальных претензий. То есть в плане геополитики счет на табло просто разгромный, отрыв по циферкам продолжает расти. Вот едва ли два года назад кто-то мог подумать, что НАТО будет, что называется, на сигарете наблюдать за выносом не просто российских кораблей, военной техники или ПВО. Ну, впоследствии чего осталось? Вот эта ебанка, ракета на гонке от нее, блядь. Вот. Все пи***. Все сгонено, блядь. А и объектов ядерной триады России. Только в этом году Путин получил фаллическим предметом полбу после того, как вся планета увидела, что базу с ядерными ракетоносцами в Моздоке не прикрывает ничего, кроме вонюшек с калашами. И они по факту дрон за три копейки сбить не могут. А теперь представьте, что случится, если вместо дрона гиперзвуковые ракеты прилетят. Причем, если речь идет о стратегических ракетах, то момент пуска в Минобороны могут и не увидеть-то. А все потому, что Украина систематически атакует российские станции дальнего обнаружения. Два ударила. Один в это здание, а другой в другое здание ударила. Два, походу. То есть фактически ослепляет Россию в возможной ядерной войне. Все уже написали про удар по нашей системе ядерного реагирования. Точнее, по антенне раннего обнаружения пуска в Воронеж-ДМ в Краснодарском крае. Короче, я не знаю, что тут можно написать, чтобы не нарваться на дискредитацию. Ну, собраннее надо быть, что ли. И ответит НАТО равноценно. Путин и компания ничем не могут. Да и как же ответить, если на территории Украины объектов такого уровня банально нет. Соответственно, так называемая спецоперация обернулась для Кремля просто убийственной ситуацией, когда геополитический оппонент чужими руками демилитаризирует Россию, нанося удары куда захочется. В том числе и по предприятиям ВПК. Ну, а Кремль при этом, если и отвечает, то исключительно в студиях и исключительно языком. Давай там, прячься Европа. Вон калибры на Нидерланды полетели. Где-то 50-60% обеспечения углеводородами всей Европе находится в Голландии. Представляете, что тут в Голландии, вот на побережье, у военных называется крайне жирная цель. Один посидон? Два калибра в нормальном снаряжении. Или так? Да, друг не сильно. Один может собьют, второй долетит. Этого хватит. Говоря просто, это игра в одни ворота. И от такого в шоке даже российские эксперты. Они недоумевают, для кого чертятся красные линии, если Западу на них плевать. Никто с них здесь не спросит. За красные линии, за обещания, за центр принятия решений, за вот это все бла-бла-бла. И это еще одно доказательство того, что Кремль уже проиграл. Ведь из игрока, которого все боялись за каких-то два с половиной года, Россиюшка, превратилась в страну, которая вынуждена чуть ли не ежедневно утираться. Нам можно срать нагло, а мы будем говорить, что это, дерьмо, призовая игра. Тынц, 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 тынц. И мы даже не сомневаемся, что сейчас в Кремле мечтают отмотать назад, вернуться в 2022-й и исправить свои же ошибки. Беда в том, что жизнь не видеокассета, тут назад не отмотаешь. Вот и приходится Путину и компании делать хорошую мину при напрочь проигранной игре. Ведь все это затевалось вовсе не ради руин условной Авдеевки или Попасной. Как бы униженные российские пропагандисты не пытались доказать обратное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова